В селе Масанчи компактно проживают дунгане, этнические китайцы-мусульмане, которых в Китае принято называть хуэй. Многие наблюдатели говорят в этой связи о столкновениях на межэтнической почве между казахами и дунганами. Власти же Казахстана утверждают, что массовая драка произошла из-за хулиганства, и оружие во время конфликта полиция не применяла. Согласно официальной версии, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, которым воспользовались провокаторы, попытавшиеся перевести его в межэтническую плоскость. По предварительной информации, из-за массовых беспорядков около 12 тысяч дунган бежали в соседний Кыргызстан. Пресс-служба пограничной службы Кыргызстана сообщает, что на границе через пропускные пункты проходило больше людей, чем в обычные дни. Как рассказала уполномоченная по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова, которая держит связь с коллегами в Кыргызстане, в основном границу пересекали женщины, дети и пожилые люди, чьи дома были разрушены. Как отмечает, однако, Эльвира Азимова, люди ждут предоставления гарантии обеспечения безопасности и материальной помощи для восстановления домов. Тем временем в социальных сетях казахстанцы требуют провести реформу Министерства внутренних дел с целью ликвидировать коррупцию в рядах полиции и во властных структурах. Сторонним наблюдателям нелегко разобраться в истинных причинах произошедшего. Одни аналитики винят во всем политические интриги в высших эшелонах власти. Другие – борьбу за контроль над контрабандой и наркотрафиком в пограничном районе. Третье – межнациональную рознь. Это некая напряженность между, с одной стороны, титульным этносом казахами и дунганами, проживающими компактно в этих местах. Отношения к ним в стороне власти всегда гораздо более аккуратные, я бы сказал, уважительно и осторожны. Они боятся их, так сказать, разозлить, либо как-то, так сказать, нарушить их права. В то время как за любое нарушение со стороны казахов власти Казахстана, так сказать, бьют на отмашь, на отмашь. Казахов это раздражает, как выясняется. И они все время ставят спикой за своим властям. В связи с беспорядками уволен ряд чиновников областного и районного уровня. Заявил об этом лично президент Касым Жамар Такаев. Также лишились своих должностей начальники полиции района и области. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Несколько десятков человек были задержаны.